Символы советского государства показали на выставке к звездам символиков повседневности советской эпохи. Она открылась в музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска. Серп и молот, красную звезду можно увидеть на вазах, чашках и других предметах быта. Уже не секрет, что через месяц исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И у нас родилась такая идея показать не идеологию, не становление развития этого государства, конечно, великого, а показать именно обычные предметы, которые можно встретить в любом домашнем обиходе, на которых есть символика Советского Союза. В советское время чайный сервиз был чуть ли не главным украшением дома. Заварочный чайник, чашки и блюд составили в сервант под стекло. В фондах музея-заповедника Родина Ленина тоже хранится чайный сервиз, изготовленный к 50-летию СССР, а также отдельные пары и советский подстаканник с граненым стаканом. В соседней витрине все, что связано с Олимпиадой-80. Талисманом Московской Олимпиады стал Олимпийский Мишка, автор эмблемы, московский иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. В годы Великой Отечественной войны он был эвакуирован в село Крестово-Городище Ульяновской области и учился в сельской школе три года по апрель 1944 года. В экспозиции есть и современная тарелка, выпущенная на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году. Но сделана она по эскизам художника Сергея Чихонина, который был художественным руководителем завода в первые годы советской власти. Одну витрину занимают платки. Казалось бы, обычный головной убор, который используется в повседневной жизни, но это головные уборы, на которых крейсер «Аврора», с которого все и началось, Москва, Кремль, Олимпиада 1980 года. На третьем платке отражены все 15 советских республик с их гербами и по центру герб страны Советов. На открытие выставки пришли как школьники, так и бабушки. Конечно, подрастающее поколение практически ничего не знает о Советском Союзе. О нем могут рассказать только на уроке истории. Но их бабушки родились в СССР. Воспоминания на них буквально нахлынули. Мы каждый год отдыхали в пионерском лагере. Пионерская дружина. Мы маршировали, марши были. Мы выигрывали эти смотры пионерские. Макулатуру собирали. Помогали взрослым, пожилым. Особенно пожилым. Накануне открытия выставки фонда музея заповедника Родина Ленина пополнились плакатами. Среди них сотрудники музея обнаружили плакат «Вперед к звездам», который прикликался с названием выставки. Всего на выставке представлено 40 экспонатов из фондового собрания музея заповедника. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.